всем привет я оля ратмирова и сегодня я расскажу вам практически о миллиарде долларов который мог быть отмыт в персидском заливе эти фавориты лукашенко вывели из нашей с вами страны столько денег что сейчас могут себе позволить 10 небольших тропических островов как они это сделали и какую роль в этой прачечной сыграл сам лукашенко объединенные арабские эмираты одна из самых секретных юрисдикций в мире высоченные небоскребы и песчаные пляжи модные магазины и люксовые апартаменты с видом на персидский залив отличное место чтобы спрятаться от западных санкций так решили кошельки лукашенко сербские застройщики каричи и провернули через этот офшор финт на более чем 700 миллионов долларов со своими белорусскими активами через которые получали щедрые преференции от белорусских властей ранее мы рассказывали как компании каричи которых в сми называли спонсорами слободана милошевича получали указами александра лукашенко государственных земель под застройку почти на миллиард долларов я поясню это миллиард долларов который должен был поступить в бюджет и пойти в том числе на строительство льготного жилья кроме того лукашенко возложил на плечи белорусских налогоплательщиков то есть на нас с вами немалые расходы по созданию инфраструктуры на их стройке в конце концов белорусские фирмы каричи лукашенко освободил отряда налогов то есть куда не глянь а в угоду бизнес друзьям лукашенко пострадал белорусский бюджет но у нас всегда оставался основной вопрос куда же сербские братья каричи девали все свои сверхприбыли полученные в беларуси мы догадывались что они выводили их за границу поскольку работали в минске через свои структуры на кипре но теперь на основании документов добытых нами совместно с международным центром по исследованию коррупции организованной преступности оси серпи мы знаем точно куда и как переводились деньги и кому они уходили абу-даби остров аль-мария в самом центре делового района эмиратской столицы возвышается 131 метровый небоскреб аль сила на 24 этаже этого красавца находится офис компании enterprise development холдинг которая владеет строительными активами семьи каричи в беларуси отличие заключается в том что если вы посмотрите на цифры которые указаны в отчетах о подозрительной деятельности вы ничего не увидите так что это намного более открытая обстановка где вы можете просто работать покупать собственность прятать деньги никогда не будет вопросов вот строительные объекты братьев каричей на карте минска парк челюскинцев маяк минска минск мир и еще несколько домов с музыкальными названиями в нашей стране все это каричи построили через три основные компании дана астра эмирейтс blue sky и дубай waterfront они в свою очередь принадлежат сестре боголюба карича оливере недельковичи пяти кипрским компаниям трайворст родрик элаева трейдинг козалка холдинг и расселили до 4 декабря 2020 года все пять компаний контролировались головной структурой каричи на кипре дана холдингс но буквально за две недели до введения санкций в отношении бизнеса каричи дана холдингс продала эти пять кипрских компаний малоизвестной эмиратской фирме enterprise development холдинг с перемещением контроля над белорусскими активами из кипра в эмираты сменился бенефициар дана холдингс вместо каричи на кипре стал заправлять близкий друг этой семьи нагиб бихлу ли мы решили поискать информацию об этом бизнесмене и нашли посты в соцсетях в которых боголюб карич писал что вырос бихлу ли на одной улице ел с ним из одной тарелки и они давно работают вместе бихлу ли руководитель эмирейтс скай смотрите получается что каричи переписали свой кипрский холдинг на доверенное лицо а дальше наше расследование показало что эмиратский покупатель активов каричи тоже очень близок к ним могла ли сделка быть фиктивной просто чтобы обойти санкции давайте разберемся дело в том что сербские бизнесмены вновь оставили следы переоформляя активы на близких себе людей которые уже неоднократно засветились в их бизнесе давайте отдельно остановимся на личности того кто незадолго до санкций вдруг купил бизнес у каричи новым бенефициаром их белорусских строительных активов стал мустафа альтабги именно он директор и владелец эмиратской фирмы покупателя enterprise development холдинг это не чужой для сербов человек 41-летний бизнесмен имеет британское гражданство он был партнером дочери бога люба карича елены карич в британской консалтинговой фирме montague ventures а потом передал свою долю в этой компании другой дочери бога люба даница карич как иностранец альтабги получал беларуси специальное разрешение на работу и регистрировался в престижном коттеджном комплексе который дана астро построила в минске в конце концов одном из рекламных материалов альтабги упоминался как управляющий директор группы компании дана холдингс а в соцсетях у него есть совместное фото с членами сербской семьи эти факты могут говорить о том что каричи переписали белорусский бизнес на своего человека это место является новым популярным центром по отмыванию денег в мире без сомнений а теперь мы расскажем вам о самой сделке с активами сербских бизнесменов которая нас так заинтересовала суть ее в том что каричи написали в бумагах как будто их активы в беларуси практически ничего не стоит а продажу самим себе они оформили за настоящую цену и при этом самих денег не перевели посмотрите в отчете дана холдингс сказано что фирма суммарно оценивает свои пять кипрских компаний в 21 тысячу пятьсот пятьдесят евро но из того же отчета мы видим что каким-то непонятным образом сербы умудрились продать эти активы по стоимости 30 тысяч раз дороже за 700 миллионов евро так сколько же на самом деле стоят проданные активы давайте посмотрим на отчет компании родрик фирма оценила свою однопроцентную долю в данный астро почти в 2200 евро а 99 процентную долю try worst в данный астро оценили в 217 тысяч евро то есть общая стоимость двух компаний почти 220 тысяч евро и это уже в 36 раз больше чем указано в документах кипрской владелицы активов но мы на изучение отчетов решили не останавливаться и в своем расследовании пошли еще дальше на журналист расследователь александр ярошевич попросил независимого эксперта оценить стоимость компаний и согласно его оценки все пять фирм на самом деле могут стоить около семи сотен миллионов евро и это действительно сопоставимо с ценой за которую их купили я считаю что главная цель сделки в том чтобы переместить активы в ту юрисдикцию где об их происхождении особо не заботятся это и есть сущность отмывания денег технически отмывание денег подразумевает связь с преступной деятельностью но это может быть связано с недоплатой белорусскому правительству или участием в другого рода транзакциях получается стоимость компании в отчете занижена и вот в бухгалтерии появляется огромная прибыль в отчете мы видим эту сумму она составляет почти 700 миллионов евро ну и вишенка на торте посмотрите деньги от продажи активов на счет фирмы так и не поступили а указаны как дебиторская задолженность зачем тогда все эти бухгалтерские трюки опрошенные оси серпи эксперты считают что оформленная на бумаге сделка имеет все признаки отмывания денег во-первых компании были проданы накануне санкций во-вторых контроль над белорусскими активами переведен из кипра в эмираты что позволяет избежать санкций в третьих коричи продали компании своему человеку альтабги ну и в четвертых доход от продажи оформлен как дебиторская задолженность эта операция дала дана холдингс возможность произвольно оперировать огромной суммой денег переход другую собственность был сделан по быстрому но неправильно так как самой компании было суждено попасть под санкции не получить деньги за продажу но это было компенсировано иным образом если оси серпи прав что покупатель который в спешке платит около 700 миллионов евро является доверенным лицом коричи то тогда здесь идея в том чтобы создать документальный след который бы позволил им легально иметь доступ к этим 700 миллионам это важно ведь банки хотят знать откуда происходят деньги и здесь можно объяснить что деньги появились в результате сделки в конце концов считают эксперты эта манипуляция позволит коричем и дальше получать дивиденды несмотря на санкции речь может идти о значительных суммах по нашим подсчетам с 2011 по 2020 год из беларуси на счета кипрских компаний трайворст родрик элайва трейдинг а зал к холдинг и рассел виль в качестве дивидендов вывели более 170 миллионов евро дана холдинг за это время получила более 120 миллионов евро дивидендов особенно исправно миллионы поступали с 2017 по 2020 год в это время в минске строился комплекс минск мир только в 2020 году головная структура коричей на кипре зафиксировала доход в виде дивидендов в сорок восемь миллионов евро все эти деньги пришли от уже упомянутых нами пяти кипрских компаний которым принадлежал бизнес сербского семейства в беларуси и так что мы с вами видим незадолго до санкции сербские бизнесмены коричи перекинули контроль над белорусским бизнесом из кипра в более секретную зону объединенные арабские эмираты хитрый ход по мнению экспертов может быть использован для отмывания денег и речь может идти о сотнях миллионов евро но это еще не все раз коричи теперь управляют белорусским бизнесом из эмиратов они из кипра то могут продолжать получать дивиденды уже в обход санкций за последние 10 лет они уже вывели из беларуси более 170 миллионов евро но кто же покрывает сербское семейство в беларуси и куда она вкладывает нажитые деньги 5 августа 2016 года отпускной сезон близится к завершению бизнес джет боинг 737 направляется из минска в афины на борту виктор и лилия лукашенко их четверо детей а также боголюб карич и его жена миланка через 18 дней компания в том же составе и на том же самолете возвращается из афин уже в минск с помощью кибер партизан мы нашли еще 11 совместных перелетов милан кикарич с лилии и виктором лукашенко как правило они летали вместе из беларуси в турцию обратно в компании детей часто брали с собой галину лукашенко мать старших сыновей лукашенко в базе перелетов совместные рейсы с 2011 по 2016 годы и похоже что семьи дружат плотно и давно общаясь непосредственно с одним из братьев у меня была одна единственная просто нормальная деловая встреча как у производителя стройматериалов с заказчиком с покупателем но я видел вот в личностном смысле это такие абсолютно классические такие коррупционеры они могли бы сидеть на месте там чиновников министерства либо там на обратном месте но это абсолютно советские ребята ничего там как бы никаких никаких талантов припринимательских у них конечно же нет сербские застройщики давно имеют связи на самом верху в беларуси строительные магнаты не раз встречались лукашенко боголюб карич получил белорусский паспорт после того как бежал из сербии где его семейства обвинили в уклонении от налогов и отмывание денег потом правда дело было приостановлено и он смог вернуться на родину драгомир карич почетный консул беларуси в белграде по его приглашению лукашенко бывал на популярном сербском горнолыжном курорте капаоник еще в 2009 году жена старшего сына лукашенко лилия с 2014 по 2016 год работала в компании каричи дана астра а потом возглавила художественную галерею салон артхаус которая была аффилирована с дана холдингс а эта фирма является спонсором национального олимпийского комитета беларуси президентом которого является виктор лукашенко муж лилия лукашенко и старший сын александра лукашенко круг замкнулся но вы знаете в чем секрет успеха любого коррупционера находиться поближе к тому человек который распределяет ресурсы этих ребят погнали сербии с момент когда сменился милошевич они нашли для себя россию и беларусь как место откуда их не выдадут мировому сообществу и их действительно не выдали и они подружились с нашим самым главным застройщиком главным экономистом главным хоккеистом главным по всем и вот весь секрет никакого другого секрета в этом нет своих соцсетях боголюб карич демонстрирует симпатию и российским властям вот он в своем роскошном сербском особняке принимает правую руку путина валентину матвиенко и рассыпается в восторженных комплиментах мы имели большую честь принимать их на нашей вилле валентина матвиенко принадлежит к небольшой группе людей чье творчество приносит пользу всему человечеству и чьи дела меняют мир на этих фотографиях и видео из нашего дома запечатлен момент когда мы подарили ей книгу о владимире путине написанную мной и моим братом драгомиром посмотрите вот этот особняк в котором карич устраивал прием для матвиенко фрески и лепнина мрамор и хрусталь лифты дорогая мебель а еще фонтан и монументальные ворота ведущие во все это великолепие эти красивые ворота которые вы можете увидеть позади нас были спроектированы великим сербским архитектором борисавлевичем в париже в течение 20 лет выходит строить красивые качественно каричи умеют однако сербское родовое гнездо не имеет ничего общего с теми белорусскими скворечниками окна в окна которые благодаря лукашенко получили белорусы от сербов тесные связи с семейством лукашенко позволили каричем развивать успешный бизнес беларуси свой первый крупный проект сербские застройщики получили в 2009 году тогда александр лукашенко лично подписал указ о строительстве комплекса маяк минска проект был амбициозный но ожидание и реальность не совпали вместо обещанных небоскребов и плавающих рядом гондол появились панельные скворечники с торговым центром через пять лет лукашенко дает добро сербским бизнесменам на строительство более крупного объекта комплекса минск мир стройка сопровождалась щедрыми льготами в обмен на обещание построить в столице международный финансовый центр в итоге участки застройщику отдали без аукциона и немалую часть инфраструктуры построили за счет бюджета а финансовый центр в минске пока так и не случился зато вовсю строится и продается жилье эти товарищи эти предприниматели находятся в уникальных условиях во-первых они получили землю бесплатно что самого по себе уже нарушение белорусского законодательства во вторых инфраструктуру для них строил город что является нормальным тогда когда вы строите социальное жилье третьих у них естественно без без налоговый без акцизна там ввоз того что они возят из рубежа для собственных строек и в принципе достаточно большое количество налогов послабление если мы считаем все это вместе то конечно это абсолютно уникальные условия для бизнеса и если есть люди которые должны быть благодарна лукашенко за беларусь как уникальное место для бизнеса то это вот эти вот замечательный ребят но близость к семье лукашенко сыграла с коричами злую шутку как мы уже говорили в самом начале в декабре двадцатого года дана холдингс и дана астра попали под европейские санкции через две недели к этим санкциям присоединилась британия а через восемь месяцев свои ограничения на бизнес сербского семейства наложили американцы назвав их строительными кошельками лукашенко в августе двадцать первого года под американские санкции попали не больше карич сын боголюба карича а также компании дана холдингс дана астро эмирейс блю скай и дубай waterfront ряд формулировок говорят о том что сша вводили ограничения учитывая наши предыдущие расследования про сербских бизнесменов в итоге каричу подали в суд на руководителя нашего расследовательского центра за публикацию на сайте оси серпи вы не кусок и прошел без моего дела у принял решение что формация какая была в нашем расследовании гэта поклёп а значит информация к разместил серпи поклёп информацию санкциях поклёп и они отрамавшие гэтую поперку отрамавшие без моего удела у разбирательстве по перше пошли зию сербии подали в суд на наших партнеров крик это расследование ска сербское выдание а по-другой предупреждать этой поперки и не удовольствие спробует позбавиться от этих санкций но это не конец санкционной истории совсем недавно в июне 22 года и с наложил ограничение и на боголю бакарича за поддержку режима александра лукашенко и извлечение выгод от этих связей для своего бизнеса вот только копальному положению как видим сербы подготовились основательно более того западные ограничения не мешают семье каричи владеть недвижимостью за границей как так спросите вы с помощью оси серпи мы обнаружили что боголюб карич а также его дети не больше и даницы имеют недвижимость в дубае а транспернити интернешнл у кей помогли нам найти лондонскую собственность записанную на одного из членов сербского семейства причем это имущество оформлено на компании в офшорах которые скрывают истинных владельцев люди покупают недвижимость на офшоры по множеству причин но одна из главных как мы понимаем это секретность которую обеспечивают офшоры переместимся в центр британской столицы ридженс парк рядом с одним из главных королевских парков лондона в тени деревьев стоит шестиэтажный милый дом терракотового цвета здесь находится квартира с пятью спальнями которая записана на малоизвестную фирму нью-ярд энтерпрайзе с лимитед с британских виргинских островов ее владелец мог бы так и остаться неизвестным если бы не массивный слив данных из офшоров pandora papers благодаря этому сливу мы выяснили что та самая офшорная фирма была записана на диана лазаревича зятя боголю бакарича квартира была куплена в августе восьмого года почти за три миллиона евро а в десяти минутах ходьбы от этой квартиры на улице сэнд-джонс-вуд расположен пентхаус с двумя спальнями с видом на стадион для крикетом пентхаус куплен в апреле десятого года почти за два миллиона евро и тоже записан еще на одну офшорную фирму бенефициаром которой указывался все тот же зять поголю бакарича если вы приобретаете имущество великобритании на имя компании зарегистрированы на скажем британских виргинских островах где нет общей доступной информации о реальных владельцев компании ваш контроль а это могут быть очень крупные активы над недвижимостью будет полностью недоступен для общественности а иногда даже для правительства всего мы нашли 7 квартир в центре лондона конечными владельцами которых значится диан лазаревич общая стоимость имущества более 14 миллионов евро 2 из этих семи квартир арендует теща диана миланка карич жена боголюба карича кстати именно диан лазаревич его жена надежда были со владельцами белорусской компании дана астро в четырнадцатом пятнадцатом годах той самой что строит минск мир и находится сейчас под западными санкциями во внутренних документах офшорных компаний взять боголюба карича указан как политически значимое лицо такая пометка как красный флаг для финансовых и других учреждений потому что по международным стандартам политически значимое лицо потенциально может быть коррупционером в силу своего положения и влияния но как видим такой статус вместе с санкциями не мешает семейству каричи покупать роскошные апартаменты в самом центре лондона на журналист-расследователь александр ярошевич составил письмо для боголюба и драгомира каричей где подробно изложил информацию о сомнительной сделке выводе денег из беларуси за границу перелетах семьей лукашенко и попросил их прокомментировать все это спустя неделю от юриста данной астры мы получили письмо в котором нам не ответили на вопросы но попросили отложить эфир до конца октября если коричи все же решает ответить нам мы обязательно опубликуем ответ в следующем выпуске и так несмотря на западные ограничения сербские магнаты продолжают извлекать выгоду как в беларуси так и в европе при щедрой государственной поддержки они строят и продают жилье в минске и покупают роскошные апартаменты в центре лондона а тем временем белорусы вынуждены брать кредиты на строительство жилья у тех же каричи с процентной ставкой в 17 процентов и даже на малометражку в 30 квадратов обычному белорусу со средней зарплатой в 580 евро придется не есть и не пить и откладывать все заработанное целых семь лет тем временем каричи получают под застройку лакомые участки минска без аукциона прибыль от каждой квартиры а это в некоторых случаях 80 процентов от стоимости они складывают себе в карман и зарабатывая на квартирах белорусских могут позволить себе недвижимость в любой точке земного шара тем кто смотрел наше предыдущее расследование об активах семьи кошелька лукашенко николая воробья в австрии будет интересно узнать что вскоре после выхода видео 24 европарламентария отправили запроса расширения персональных санкций на екатерину смушкович ставьте лайк колокольчик делитесь этим видео чтобы его увидела как можно больше людей и подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить наше новое расследование